Здравствуйте, меня зовут Яна Зиновьева и мы продолжаем прямые эфиры для абитуриентов, где поступающие смогут получить ответы на интересующие их вопросы. И сегодня у нас Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Абитуриенты, также хочу вам напомнить, что вы можете задавать свои вопросы в группе ВКонтакте Казанского федерального университета. А на ваши вопросы ответит заместитель директора по образовательной деятельности Екатерина Варерьевна Снарская. Здравствуйте. Здравствуйте. И также декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем мы, наверное, тогда уже сразу с такого более глобального вопроса. Расскажите о направлениях вашего института. Действительно, вопрос глобальный. В институте у нас реализуются 10 направлений подготовки. Подробно описывать их, наверное, мы с вами недельку поговорим. Поэтому максимально кратко. Дело в том, что в институте у нас структурно существует, функционируют три отделения. Это отделение философии и религиоведения, которое осуществляет набор в ближайшем учебном году на два направления подготовки бакалавриата. Это философия и теология. Теология при этом подразделяется на конфессии христианскую и, соответственно, исламскую. И на три направления подготовки магистратуры. Это философия, религиоведение и теология. Отделение социально-политических наук. Это второе отделение нашего института, в котором реализуются достаточно давно уже три направления и бакалавриата, и магистратуры. Это социология, политология и конфликтология. И в ближайшем учебном году мы планируем осуществить набор на новое лицензированное направление бакалавриата организации работы с молодежью. По сути, это направление принадлежит к укрупненной группе специальностей социологических наук. Поэтому, по сути, это будет такая междисциплинарная область, которая будет связана с социологическими исследованиями, с правом и, соответственно, с конкретными практическими компетенциями по организации такого достаточно обширного, активного слоя населения, как молодежь. И, наконец, самое крупное структурное подразделение в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Это высшая школа журналистики медиакоммуникации. Возглавляет ее Леонид Григорьевич Толчинский. Реализуются там четыре направления подготовки и бакалавриата и магистратуры. Это журналистика, классическое направление, телевидение, медиакоммуникации и реклама и связи с общественностью. Возможно, Леонид Григорьевич более подробно по поводу профилей новых захочет рассказать, которые будут у нас набираться в этом учебном году? Ну, чисто информационно, да, я дополню скорее. Потому что, если будут какие-то специальные вопросы по каким-то профилям отдельным, можно раскрыть более подробно. А так вот, журналистика, там традиционно два профиля. Это профиль национальной медиа, национальная журналистика с, естественно, усилением всего, что связано с татарской журналистикой, татарским языком. И там у нас семь бюджетных мест, кстати. И мультимедийная журналистика. Направление подготовки – это телевидение, подразумевает там три профиля. Тележурналистика, режиссура телевизионных и видеопроектов, извините за заминку. И новый профиль – это медиа инжиниринг, диджитал, цифровые медиа и видеопроизводство с углубленным изучением английского языка. Вот что касается этих двух творческих направлений подготовки. Ну и, соответственно, медиа коммуникации, реклама связи с общественностью. Там профилизация начинается более детально из третьего курса. Это уже зависит от тех индивидуальных показателей, которые демонстрируют студенты в процессе обучения. Ну и, соответственно, те же четыре направления, представленные магистровским программами. Об этом можно рассказать отдельно, если будут вопросы. Хорошо. С какими ЕГЭМ можно поступить к вам в институт? Опять же, в зависимости от тех приоритетов, которые у вас имеются, в зависимости от тех особенностей, специфики вашего мышления. У нас есть блок направлений специальностей, поступления на которые организованы благодаря трем конкретным вступительным испытаниям. Это общество знания, истории русский. Для поступления по этим результатам ЕГЭ вы можете на направление конфликтологии, организации работы с молодежью, политология, философия и теология. Далее есть блок направлений подготовки, который как раз вот у нас доминирует, в общем-то, в высшей школе журналистики. Это литература как профильный ЕГЭ, обязательный русский, безусловно. И далее уже идет специализация в зависимости от конкретного направления. То есть, например, если мы говорим про направление журналистика, то в качестве альтернативы третьему ЕГЭ вы сдаете внутреннее вступительное испытание творческой направленности непосредственно в стенах университета во время приемной кампании. Направление телевидения. Обязательными ЕГЭ являются литература и русский, в качестве ЕГЭ по выбору общество знания либо история. И, наконец, медиакоммуникации. Здесь в качестве обязательных выступают ЕГЭ по литературе и русскому языку. В качестве ЕГЭ по выбору общество знания и иностранный язык. И реклама и связь с общественностью. Здесь немножечко идет изменение в составе ЕГЭ. Обязательные общество знания и русский. В качестве дисциплин по выбору выступает сразу несколько. Обратите внимание, это история, информатика либо иностранный язык. Вообще, когда мы говорим о выборе направления подготовки, основываясь на результатах ЕГЭ, я прошу обратить внимание абитуриентов на какой момент. Уже второй год мы практикуем эту ситуацию, когда на любое из направлений подготовки существует два экзамена обязательных. И третий экзамен в форме ЕГЭ либо в форме вступительного испытания внутреннего, он идет по выбору. Обратите внимание на план приема, потому что, по большому счету, масштаб и количество направлений подготовки, на которые вы, в принципе, можете претендовать, он, на самом деле, достаточно широк. Единственное, перед поступлением, пожалуйста, обратите внимание на свои склонности и наклонности. То есть, если вы человек творческий, любите читать, писать, безусловно, это какие-то творческие направления, например, журналистика, телевидение или реклама связи с общественностью. Если вы теоретик, обратите внимание на такие классические направления подготовки, как, например, философия или политология. Если вам, допустим, нравится работать с людьми, то обратите внимание на конфликтологию. Если у вас математический склад ума, но в душе вы все-таки гуманитарий, обратите внимание на социологию, потому что это тоже очень интересная специфическая область знаний, которая работает с обществом и, соответственно, включая при этом математические методы анализа, как количественные, так и качественные. Вот, наверное, как-то так, кратко. И вот, если позвольте, я на предыдущий вопрос ответ чуть-чуть дополню. Есть у нас еще заочная форма обучения, но я хотел бы обратить внимание, что с этого года только по направлению журналистика. Традиционно мы набирали заочников на журналистику и телевидение. В этом году на телевидение заочной формы обучения не предусмотрены. Поэтому, если у вас склонности, намерения отдаться в будущем видеопроизводству, телевизионному, кинопроизводству, экранному искусству, то это только очная форма обучения. Интересно. Как будет проходить процесс поступления в этом году? Как подавать документы? Да, в этом году традиционно, на самом деле, уже много лет мы практикуем дистанционную форму приема документов. Для этого, во-первых, разработан на собственной платформе университетского сайта личный кабинет, где вы можете зарегистрироваться в социально-образовательной сети «Буду студентом», в электронном виде предоставить документы об образовании, документы, подтверждающие личность, подать в электронном виде заявление. Единственное, для прохождения внутренних вступительных испытаний, если мы говорим о творческих направлениях, вам необходимо будет либо приехать в университет, либо, соответственно, сдавать эти вступительные дистанционно. Далее, для поступления на бюджетную категорию обучения, обратите внимание, пожалуйста, мы будем зачислять ребят только по наличию оригинала документов об образовании. То есть вы либо приезжаете в университет в приемную комиссию, подаете оригинал ваших аттестатов, либо, соответственно, почтой присылаете на адрес приемной комиссии. Итак, первая платформа вы подаете через личный кабинет студента, простите, абитуриента. Вторая возможность – это портал Госуслуг, так называемый суперсервис, где вы также можете в электронном виде дистанционно подать документы в УЗ. Но, опять же, для зачисления на бюджет необходимо предоставить оригинал документов. И, собственно, третья площадка – это непосредственно приемная комиссия, то есть кампус университета, который будет располагаться традиционно по адресу Кремлевская, 35. То есть вы можете приехать, подать документы непосредственно с помощью технического секретаря приемной комиссии. Раз уж мы затронули бюджет, хотелось бы спросить, какой средний балл нужно набрать, чтобы поступить на бюджет? Все зависит, во-первых, от количества выделенных бюджетных мест, во-вторых, это зависит от количества абитуриентов, то есть от реальной конкурсной ситуации, которую мы сможем зафиксировать только в последний день приема заявлений. Ну и, собственно, вот, да, то есть мы можем сейчас говорить о прошлом годе, и, соответственно, от направления подготовки, да, тоже зависит средний балл ЕГЭ. То есть, например, у нас есть направления, крайне популярные, но с очень маленьким количеством выделенных бюджетных мест. Например, реклама связи с общественностью, традиционно очень популярный у абитуриентов направление подготовки, проходной балл на бюджет в прошлом году составлял 287 баллов по результатам трех экзаменов. Ну, соответственно, тогда было выделено 6 бюджетных мест. Далее, ну, например, на направление социологии в прошлом году было 254, насколько я помню, минимальный проходной балл на бюджет, при, обратите внимание, выделено 55 бюджетных мест, то есть, соответственно, конкурсная ситуация, она, безусловно, зависит и от количества выделенного бюджета, да, напрямую зависит от него. Если мы говорим о статистике приема по прошлому году, я вам очень рекомендую ориентироваться на отчетные показатели, которые размещены на сайте приемной комиссии. В итогах приема вы можете посмотреть результаты приема как по среднему баллу ЕГЭ на бюджет, по минимальному баллу ЕГЭ, тоже поступающих на бюджет, по минимальному баллу проходных на контрактную категорию обучения. Вся эта информация по каждому направлению подготовки представлена. А как, в принципе, проходят творческие экзамены в вашем институте? Творческий экзамен, ну, в данном, в этом учебном году мы говорим только о журналистике. Он фактически является комплексным, то есть это будет, во-первых, тестирование, которое будет демонстрировать некую общую эрудированность абитуриента, касающаяся каких-то общественной проблематики, обществоведческой, политической, журналистской и так далее. И творческая часть, которая будет включать в себя, ну, скажем так, разного рода задания. Это может быть составление интервью по заданной проблематике и так далее. Подробная программа проведения вступительного испытания, она тоже размещена на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней заранее. Более того, для поступающих на направление журналистика традиционно летом мы организуем курсы по подготовке к внутреннему вступительному испытанию. Если у абитуриентов будет желание и необходимость прослушать эти курсы, обычно это где-то в период с 3 по 5 июля открываются эти курсы, когда комплексно буквально 2-3 дня на протяжении целого рабочего дня каждый день с вами работают преподаватели кафедры национальных и глобальных медиа. То есть непосредственно люди, которые разрабатывают эту программу вступительного испытания, принимают экзамен. То есть они вас консультируют по вопросам, что требуется отвечать, как требуется отвечать, для того, чтобы абитуриенты более комфортно чувствовали себя уже на вступительном испытании. А где студенты проходят практику? Опять же, зависит от направления подготовки. Во-первых, практика – это та обязательная единица, которая присутствует в каждом учебном плане на каждом направлении подготовки. Более того, на каждом направлении бакалавриата присутствует минимум 3 практики. Это учебная, производственная и преддипломная. В каждом направлении есть свои базы практик, то есть какие-то направления проводят частично практики на базе университета, какие-то на базе каких-то смежных профильных организаций. Допустим, у нас есть универ ТВ, которые традиционно проводят практики в направлении телевидения. У нас есть IT-лицей и лицей имени Лобачевского в качестве базы практик, где проходят педагогическую уже практику, например, ребята по направлению философия. Ребята, например, политологи проходят практику в Госдуме, в госсовете, в партийных организациях на основании договоров, которые ежегодно заключаются. Социологи проходят практику в организациях социологических, в НИИ в том числе, в аналитических отделах, то есть и так далее, и так далее. Все зависит исключительно от специфики направления подготовки, в рамках которых вы обучаетесь. Безусловно, эти предприятия и организации являются профильными для того, чтобы собирать вам навыки вашей профессиональной деятельности. А когда начинаются экзамены для иностранных студентов? Экзамены вступительные для иностранных студентов уже начались в марте. Для ребят, которые поступают не в рамках общего конкурса, а по отдельному конкурсу, приложение 4, плана приема вы можете посмотреть, они сдают вступительные испытания только по двум обязательным экзаменам, то есть то, что у нас с вами считается обязательным в плане приема, без дисциплин по выбору, сдают их либо в дистанционном формате через личный кабинет, либо, соответственно, могут приехать в университет. В университете пока прием документов еще не начался, то есть очные вступительные испытания пока не проводятся, сейчас они проходят пробные тестирования. Такая основная волна для прохождения вступительных экзаменов для иностранных граждан у нас с вами откроется также в июне. Расскажите, пожалуйста, подробнее о поступлении на магистратуру. Нужно ли после бакалавриата обязательно поступать туда? Ну, нужно или не нужно? Хороший вопрос, быть или не быть. Да, ну, конечно, конечно. Ну, смотрите, есть несколько ключевых моментов, в которых, безусловно, следует ребятам задуматься. Во-первых, года три назад было постановление правительства, которое касалось уровня требований, квалификационных требований к должностям руководящих работников. Согласно этому документу работники, которые занимают руководящие должности, должны иметь базовое образование не ниже специалитета либо магистратуры. То есть уровень бакалавриата дает вам базовую первую ступеньку образования, после которой, да, действительно, ваше образование будет считаться высшим, да, вы действительно сможете работать по профилю, в рамках которого вас обучали, но на высокие руководящие должности без магистратуры вы, к сожалению, попасть не сможете. Это первый момент. Второй момент. Магистратура – это достаточно ускоренный период обучения двухлетний, когда вы можете либо углубить свою профессиональную деятельность, либо сменить ее в соответствии с вновь появившимися какими-то интересами, которые у вас есть. Потому что, на самом деле, эта штука очень интересная. Когда ребята получают базу, ну, условно, я не знаю, обучаются на философии в рамках бакалавриата, потом, например, идут на журналистику или рекламу связи с общественностью, там, или политологию. То есть база методологическая, концептуальная база, которую они получают в рамках бакалавриата, позволяет им широко, глубоко и совершенно под новым ракурсом смотреть на какие-то другие профильные направления и специальности. В этом смысле, действительно, и глубже человек знает свою область знания, и, соответственно, более интересные навыки получает по итогам двух ступенек образования. То есть это, конечно, нужно. Это все зависит от прицела человека по жизни. Если он нацелен на карьеру, если он нацелен на свой рост, не только личностный, но и рост в обществе, своего статуса, профессионального, и вообще, как менеджера, управленца, чего-либо, ему нужно, безусловно, ориентироваться на получение магистрского образования, независимо от того, оно будет продолжаться здесь, или он выберет какое-то новое направление подготовки. И, возможно, по жизни у него проявится с годами, очень часто это приходит, например, тяга к аналитическому, к научному познанию этого мира. И здесь окажется вдруг, что бакалавриата слишком мало для того, чтобы выходить дальше на научные серьезные работы, на защиту диссертации, на уже научную карьеру. То есть и административная, менеджерская карьера, карьера научная, они во многом связаны с тем, что человек должен пройти вот эти обе ступени образовательные, как бакалавриат, так и магистратуру. Как правило, молодые люди немножко это недооценивают, 4 года отучился, фу, и славно, да. А потом вот начинаются... Мы пока еще доживаем срок, когда большое количество людей, которые получают какие-то назначения или продвигаются в той же науке, это выходцы еще из классического, понятного нам специалитета, да. И проблем таких не возникает особо, да. Но уже вот по мере того, как взрослеет поколение тех, кто уже по новой системе обучался, люди сталкиваются очень серьезно с теми проблемами, которые им выдвигают работодатели, те люди, которые создают условия для карьерного роста, те люди, которые создают условия и ставят задачи при научном росте человека, что недостаточно уровня бакалавриата и нужно бы больше. Поэтому о будущем лучше думать сразу, пока молод, пока еще находишься в состоянии драйва образовательного. Потом это будет тяжелее. Представляете, когда вам в 35 лет там скажут, что, знаешь, все здорово, но не хватает, иди еще пару лет там подучись, а у вас уже жизнь, семья, там уже свои нагрузки, помимо карьерных целей или планов. Это будет очень сложно. Поэтому наш личный совет сразу пройти весь путь. Конечно, да. Вот. А как проходят экзамены при поступлении в магистратуру? Где можно найти список тем или вопросов? В зависимости от направления подготовки форма проведения вступительного экзамена, она, конечно, отличается. Опять же, обратите внимание, программы вступительных испытаний в магистратуру по каждому из направлений подготовки размещены на сайте приемной комиссии в разделе абитуриенту. По содержанию фактическому вступительный экзамен в магистратуру во многом отождественен выпускному экзамену бакалавриата. То есть у вас будут даны вопросы, связанные с теоретической базой, которую вы, безусловно, должны будете освоить. И если мы говорим о практико-ориентированных и творческих направлениях подготовки, то еще и будут даны задания, может быть, не столько творческие, но сколько практико-ориентированных. То есть какой-то кейс решить, предоставить, например, портфолио, в том числе, кстати, направление подготовки это практикует. Написать где-то требуется мотивационное письмо, помимо теоретических знаний. То есть все эти компоненты, они прописаны в программах вступительных, и обратите на них внимание, потому что готовиться, конечно, нужно будет достаточно серьезно. Сотрудничаете ли вы с работодателями напрямую? Да, конечно, а как же без них? Мы проводим практики наших студентов в режиме постоянном. Безусловно, работодатели из года в год могут меняться какие-то, но у нас есть ключевые работодатели, которые, безусловно, у нас уже сложились достаточно теплые отношения, очень продуктивные. Это, например, ТНВ, в высшей школе журналистики, которая, более того, во-первых, является базой практики, во-вторых, непосредственно руководство этого телеканала участвует в реализации образовательной программы, более того, они нас обеспечивают очень часто целевыми местами, то есть готовят точечно специалистов, которые далее начинают продолжать работать уже в рамках этой компании. ТАТ-Медиа также выступает очень плотным работодателем у нас и компанией, организацией, в которой мы сотрудничаем. ТАТ-Нефть, которая очень плотно занимается в том числе проведением практики, например, у социологов, аналитических отделов и так далее. То есть этот список можно продолжать очень долго. Да, это нормальная практика, когда образовательный процесс, он должен быть непосредственно связан с реальным сектором экономики. И, конечно, мы стараемся максимально плотно выстраивать это сотрудничество, это взаимодействие. А где в основном работают ваши выпускники? Вот такие вопросы широкие. Где они работают? Везде. Где вот они работают? Ну, смотрите, мы высшие школы, скажем, медиакоммуникации. И институт, в общем, тоже про это. Потому что все направления, которые представляет институт, они коммуникационного характера во многом. Конечно. Внутри. Там есть какие-то свои ключевые, конечно, позиции, но коммуникация опоясывает. Где, скажите, сегодня не нужны специалисты по коммуникациям? Не нужны специалисты, умеющие обозревать этот мир, анализировать его, прогнозировать его, просчитывать состояние общества, разводить его конфликтные ситуации, определять и дешифровывать культурные коды, в которые мы попадаем сложные. Уж тем более про медиа я даже не говорю. Мы просто по уши в этом медиа. Не знаем уже, как от него спрятаться и каким образом более-менее перестать быть зависимым. Не получится. Просто такой век. То есть и сегодня любая уважающая себя компания, организация, начиная от того, что представляют первые лица государства, региона, города, территории твоей, и заканчивая даже представителями среднего, более-менее вставшего на ноги бизнеса, заинтересованы в том, чтобы в их рядах были люди, способные на, в зависимости от специфики их деятельности, на одну из групп задач и вопросов, которые представляют направление деятельности института, профессионально ответить. Скажите, где сегодня нет специалистов по коммуникам? Везде они. Где не требуются аналитики? Везде требуются. Где ты идешь на рынок, не проанализировав, не прочитав общество, его настроение, его состояние. Везде, да, успешный выход или даже уход с рынка предполагает серьезное изучение общественных настроений. Поэтому очень хороший ответ. Наши везде. И реально. Конечно. Что угодно назовите. Клиники, смотрите, сегодня медицина, здравоохранение уперлись в то, что у них недостаточное количество людей, коммуницирующих с обществом. да, ну, только что мы с вами на ковид-компании увидели, да, медики могут быть прекрасными, да, коммуникации не хватает с обществом, с его различными слоями, с пониманием, что там в головах, и все. И самые крупные задачи мы не в состоянии решить. И тут же на помощь кого зовем? Бежим к специалистам, которых выпускает институт. Ну что же, тогда на этой замечательной ноте мы закончим наш с вами прямой эфир. Также напоминаю, Точнее, самый замечательный. Есть много замечательных нот. Но, как скажете, да. Нет, если вам что-то есть сказать, пожалуйста. Нет, нам очень нравится эта нота. Нота замечательная. Да. Ну что ж, тогда напоминаю, что на ваши вопросы отвечали заместитель директора по образовательной деятельности Екатерина Валерьевна Снарская. И также декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский. Спасибо вам большое. Ну а также надеемся, что вы, абитуриенты, получили ответы на ваши интересующие вопросы. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...